Повышение зарплат педагогам, ремонт и переоснащение медучреждений, увеличение прожиточного минимума пенсионеров. Изменения в бюджет 2011 получились социально направленными. Некоторые поправки, кстати, были предложены в рамках народной программы. Жители Коми много говорили о строительстве школ и детских садов. Сейчас на эти цели предусмотрено полмиллиарда рублей дополнительно. Мы собрали в рамках программы народный бюджет информацию по всей республике. И сегодня уже закладываем деньги для того, чтобы готовить проектно-смертную документацию и строить детские сады, школы, больницы, амбулатории. То есть уже в этом году мы начинаем эту программу. Она стартует. Деньги реально выделяются. Еще одна социальная поправка для ветеранов боевых действий и семей погибших участников афганской и чеченской кампаний. Теперь у них тоже есть льготы на переселение из районов Крайнего Севера. Эта категория граждан получит право на переселение из южного района и воспользуется правом на получение субсидий на покупку и на строительство жилья. Изменился и рыболовно-охотничий закон. Теперь кто раньше напишет заявление на выделение угодья, тот и получит этот конкретный участок для промысла. Была небольшая неразбериха, где в принципе, в самом деле, чиновники могли баловаться. Потому что не было очередности. Теперь мы в этот закон вносим изменения, что охотничьи угодья или рыбные угодья выдаются по заявлениям, которые поданы именно по датам. Если вы первого подали, значит, вы первые стоите в очередь на рассмотрение. А не так, чтобы вместе смогли 20 человек подать, и только чиновник мог 20-му дать, 5-му или 6-му. Сельских поселений станет меньше. Сегодня вместо 10 мелких под Печорой появилось 4 укрупненных муниципалитета. Это слияние поддержали и сами жители на сходах, и районные депутаты. Республиканские законодатели возражать не стали. Сегодня в Российской Федерации начался процесс объединения субъектов Российской Федерации. И причина она в следующем. Объединить слабый субъект с более экономически сильным субъектом, для того, чтобы придать динамичность развития этой территории. Я вам хочу сказать, что, а кто сказал, что не эти же вопросы, сегодня стоят, соответственно, на повестке депутатов всех уровней. Сегодня свои законопроекты в Госсовет Коми внес прокурор республики. Владимир Поневежский предложил ужесточить контроль над строителями. Теперь правила игры при возведении домов по принципу долевого участия стали жестче. С принятием сегодня этого закона будут установлены дополнительные требования к застройщикам, которые должны предоставить дополнительные документы об основании финансовых своих способностей, об основании своих серьезных намерений и ответственность за то, что не будут выполнены те обязательства перед застройщиками-дольщиками, простыми гражданами. Право законодательной инициативы прокурор Коми получил в 2009-м. За это время он внес в Госсовет Коми семь проектов. Все они были поддержаны депутатами. С нового года в республике появится дорожный фонд. Сегодня депутаты Госсовета поддержали эту инициативу главы Коми. Источники пополнения фонда, акцизы на топливо, производимое в регионе и транспортный налог. Это неприкасаемая статья бюджета, которая не подлежит секвестру ни при каких условиях. Дорожники республики уверены, создание фонда позволит значительно увеличить объемы ремонта автомагистралей.